Торты, эклеры, пирожные, картошка и новогодние пряники. Хотя бы раз жители нашего города пробовали эти лакомства северодвинского хлебокомбината. Теперь ими смогут насладиться и столичные жители. Северодвинские пряники станут новогодним подарком для сотрудников крупной компании в Москве. Сейчас у Нины пробы пера. Ей досталась одна из самых ответственных миссий – отрисовка новогоднего лакомства. С помощью сахарной глазури из обычного пряника получаются аппетитные зайчики, елочки, снеговики и домики. Это и сложная, и ответственная работа. К каждому прянику с душой надо подходить. Очень нравится здесь работать, нравится особенно пряники рисовать. Особенно, когда все хорошо получается. Творческая работа. То есть, как бы, можно проявить себя в какой-то степени, свое настроение показать. 4 тысячи пряников на заказ придется разукрасить Нине и другим кондитерам хлебокомбината. Северодвинские лакомства в виде домиков станут новогодними подарками для крупной компании России. Заказ большой, но, я думаю, он выполним. Мы его сделаем. Начинаем мы его в понедельник и закончим 7 дней на выработку этого заказа. Начинаем в понедельник. 5-6 человек будет стоять ежедневно на изготовлении этого пряника. Замес теста – первый этап изготовления пряника. Здесь закладываются все ингредиенты. Затем оно отправляется на разделку и отжимается в металлической форме. Печь станет третьим этапом в изготовлении пряников. Здесь новогодние лакомства будут выпекаться в течение 15 минут при температуре 220 градусов Цельсия. После пряники покрываются сахарной помадкой. Затем они отрисовываются и глазируются. А через 12 часов новогодние подарки заворачиваются в упаковку. Столичные заказчики скоро получат 1 тонну 200 килограммов таких пряников. Но попробовать лакомства смогут и северодвинцы. Пряники для горожан в виде зайцев, змей, елочек и других новогодних атрибутов появятся на прилавках в магазинах уже с 17 декабря. Кстати, сладости на заказ хлебокомбинат может сделать любой формы. Главное здесь – желание самого заказчика. Дмитрий Ефимов, Андрей Синачин, Вестник Северодвинска.